Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Волкс Уолл-стрит 1987 год. Джордан Белфорд становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу Джонса. По совету жены Терезы Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса и называют компанию Stratton Oakmont. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Протей В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги Вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную сватку за будущее всего человечества. Протей Субтитры создавал DimaTorzok В области тьмы Нью-Йоркский писатель Эдди, желая преодолеть черную полосу в своей жизни, принимает засекреченный препарат под названием НЗТ. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди. За короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А когда пытается найти других НЗТ-гениев, чтобы понять, как можно справиться с этим пристрастием, он узнает страшную правду. Уолл-Стрит. Деньги не спят. Отмотавший срок бывший корпоративный рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он динозавр, чьи методы давно устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур, предлагающий Гекко сделку. Он налаживает отношения старика с дочерью, не общавшейся с ним 11 лет, и винящий Гордона за самоубийство брата. А тот помогает ухаживающему за девушкой Джейкобу вскарабкаться на вершину финансовой лестницы. Железный Человек-2 Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-разобретатель Тони Старк является обладателем уникальной киберброни Железного Человека. Общественность требует, чтобы Старк передал технологию брони правительству США, но Тони не хочет разглашать ее секреты, потому что боится, что она попадет не в те руки. Между тем, Иван Ванка, сын русского ученого, когда-то работавшего на фирму Старка, но потом уволенного и лишенного всего, намерен отомстить Тони с обеды своей семьи, для чего сооружает свое высокотехнологичное оружие. Неуправляемый Потерявший управление огромный беспилотный локомотив с токсичным грузом несется, сметая все на своем пути, но главная опасность состоит в том, что если он сойдет с рельсов на очередном вираже, химической катастрофы не избежать. Все силы задействованы, все попытки остановить монстра тщетны, планов на спасение не осталось. Впрочем... Обитель Зла 4. Жизнь после смерти 3D Элис продолжает свой путь в мире, пораженным вирусной инфекцией, превращающих людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Ее смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень. Экзамен 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 Действие фильма усиливает ограниченное пространство и психологический накал, ощущение безнадежности и отчаяния, которые испытывают герои, поставленные в безвыходное положение. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!